Так, друзья, 6 часов утра, приехали подписчики, сейчас будут встречать, по записям забрать свинку-дюрчиху. Вчера позвонил, что приеду сегодня, продадим и так дальше. Каштанчик, тут каштану нормально, но все равно, когда после обед, ближе к вечеру, солнышко у нас садится за горы и сюда каштану жарковато. А так нормально, до 3-4 часов нормально. Ну вот, приехали наши подписчики. И кстати, они у нас в прошлом году брали поросят. Кого вы брали? Мы брали с подмашек трое девчат. На свиноматок, да? На свиноматок, да. И брали хряка, с под дюрка, чистый. Дюрок в Красном Лимане, в районе, щеказы услуги, хряка по случке занимаемся. А, ты щеказы услуги, да? И почем? Тысяча гривен услуга. Ага, ну кряк, работа хорошо, да? Да. Пока нареканий нету. Свиноматки привели 1-12, 1-9 на расхват. Ага. Вот так, друзья, бачите, в прошлом году приезжал и сейчас приехали. Я думаю, это уже хорошо, это о чем-то говорит, правильно? Да. И как Стас скажет, рекомендуем. О, вот так. Теперь будем заниматься мимо, скажем так, двух породных. Хочем еще, чтобы параллельно у нас были чистые дюрки. И берут одну свинку, дюрчих у нас свиноматку. Да. Будем пробовать и так. Надо пробовать. То, что у нас в районе, люди приезжали из Артемовска, сказали, выбора нема. И я, почему так знаю, оказываю услуги хряка. И там, где я ездил, ну скажем так, в двух местах более-менее. Ага. А так, свиньи. А так, шан. Шан. То, что на базаре с багажника достали, это не воно. Ага. Ну вот, друзья. Я приехал с хряком на Случку. И я дивлюсь, какая свиноматка. Ну, какие-то могут быть поросяти, если там... Папа, маму. Ну, а этого паренька, как бы, ужасно представляете. Это Андрюшка, зять мой. Стеснительный. А это Дмитрий, коллега. Дмитрий, мы знаем, проезжал в прошлом году. Дмитрий тоже. Второй раз проехал, ему с МЧС. Да. А, тоже, да, работник МЧС. Будем заниматься, рекомендуем. И думаю, еще там с новенького что-то будет, еще приедем на раз. Ну, F1 будет, а F1 возьмешь F1. Да, именно F1 сюда приезжает. Да. Ну, что, будем брать свинку, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Давайте быстрее подписывайтесь, чтобы было 100 тысяч. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть, да. Блин, Андрей, а с приболтами по дороге. Сейчас по дороге петлюшим. А то он скажет, я там кишу. В танчик играет, да? Ну, что ж такое дело. Что, будем грузить? Ладно, тебе. Через год бронируем поросят. Вот так, друзья. Также приехали подписчики по велосипеду. Позвонили, приедь, встреч. Сейчас встретим, не знает куда ехать. Встретим и отдадим велосипед. Это человек, который позвонил сразу после выхода предыдущего ролика, когда я давал велосипед любому, ну, кому надо, для подростка. И сейчас посмотрим, кто такие, спросим, кто, что, как и про что. О, у нас сегодня будет выпускной. Короче, что там. Может, на самой Тарановке, так бы, будем крутить питали. Тихо правый тормоз, левый. Да, подремонтируем. Хорошо. Отдаем велик новому владельцу. Новому владелицу. Будет Настя кататься на нем теперь. Приехали с Тарановки, с соседнего села. С соседнего села, это подписчик тоже еще... С первых дней считаешь? С первых дней, да. И я очень рад, что ты позвонил и... Я еще смотрел, как ты на машинах кросс устраивал. Так что так, друзья, не развод, а то там пишут... Спасибо большое тебе. Катайтесь. И там много кто писал, а что не отдал просто соседям по улице. Ну, что я буду соседям отдавать? Я на канале сказал, кто дивится, мой канал тому и досталось, правильно? Да. В следующий раз ролик и скейт разыграем. Если вы на хорошие ролики, так что катайтесь. Спасибо. Все, вот это полностью тушка влезла в холодильник. Это мы вложили по тазикам, если бы положили без тазика, еще и две влезло. Там и так, чтобы меньше капало, то стекало на низ, я имею ввиду. Положили так. И все, оно остынет и на продажу повезем. Ну, сейчас, правда, придут прямо сюда покупатели, кто тут рядом знает. Вот так. Так. Жившики. А ну, давай туда. Пейте. Давай. Давай, давай. Туда. Давай. Давай, давай. Туда. Давай. Друзья, насчет поросят породы дюрок. Тут у меня с этого выводки всего 4 свинки, а тут все кабанчики. И по свинкам заказы не принимаю, потому что начинаете писать именно по свинкам. Кабанчики еще есть свободные, а свинок нету, и это уже аж следующие опоросы. Следующие опоросы. А эти свинки, тут одну свинку я обещал подписчику, еще старому, самому первому подписчику, еще когда я только канал открывал, обещал в прошлом году просто так подарить ему свинку дюрок на племя. И в том году не получилось, не срослось, короче, что-то переигралось, я уже точно подробностей не помню. А в этом году я ему оставлю вот с этого выводка и подарю ему одну свинку, отвезу ему вернее, отвезу ему и подарю. Так, бесплатно обещал, обещание надо выполнять, а я ему пообещал в том году и так получается и не отдал. Поэтому, как говорится, не все продаем, продаем в основном, но не все продаем, бывает и так отдаем. Это подписчик, грубо говоря, можно назвать и подписчик, и хейтер раньше был, потом я его забанил, потом опять разбанил, короче, вот такое. Ну, сейчас общаемся, все нормально, тебе привет, подписчик, ты знаешь, кто и что. Да и вы все его знаете, просто я говорить не буду, пускай остается неизвестным. Эту мы покрыли дюрком, все нормально, ну, проверим потом ее на УЗИ, будем проверять на УЗИ после месяца и покажу тоже на УЗИ. Эти все у нас проверенные поросные, короче, вот так. Эти поросята, ну, Маша, эти поросята туда в домик не идут, я уже им предстарт насыпаю на крышку с под бочки. В домик не идут этих поросят, я оставлю себе, и двух штук тоже обещал одному Саньке, работает в МЧС, двух штук продать по полторушке. То есть, двух штук я с этого выводка продам, но я еще не знаю, подумаю, может еще там пару продам, но пока не знаю. А так, только планирую двух отсюда продать, каких он заберет, таких заберет, а то оставлю себе на откорм, у меня на откорм, грубо говоря, и нету. Так что, Санька, тебе привет! Так, Каштан, у нас на минималочках сидит. Значит, что касается Каштана, вот мне часто пишите, ни один уже комментарий, что, типа, зачем ты Каштан, типа, интересный, красивый, хороший, оставь его себе на племя. Согласен, грубо говоря, он не такой, уже сейчас и огромный, он чуть подхудел, то есть, сейчас он нормальный, как колбаска, покрывать свинок. Но, покрывать свинок, каких свинок? Те Петрены, которые у меня на свиноматку сейчас покрыты, которым поросится конец июля, август и так дальше, это же от него, я не буду этих свиноматок не микрыть. У меня тех четыре свиноматки, только Петрены, это от него. Также возьмем кантуру, вот три у меня свиноматки, тоже его дети. Это уже четыре, это уже семь свиноматок. Он может крыть одну машку, ну и дюрков. Дюрков я не крою ним, потому что дюрков я крою дюрком, чтобы были поросята чистый дюрок на продаж. И получается его держать, каштана, только из-за одной машки, что он ее сейчас покроет. Ну, смысла нету, он получается батя всех наших свиноматок, поэтому его скастрируем и закопим. Ну, а другого выхода нету, он просто не нужен содержать его из-за одной свиньи. И то мы можем ее покрыть искусственно. Ну, хочу машку покрыть ним и будем делать секир-микир. Колокольчик бикир. Вот так. А так каштан нормальный, да, я не спорю. Каштан короче. И, кстати, у кого есть из вас чистый петрен, чистый петрен, только не одесских кровей, ну не с тех краев петрен. Если есть у вас чистый петрен, я поменяюсь на чистого дюрка. То есть не маленький он, но подросший, он может 40, 50, 60, там, 80 кг поменяться хряка на хряка. Я вам дам чистого дюрка, а вы мне чистого петрена. Только петрена лысого, чтоб был вот такой, как у меня каштан. Я с удовольствием возьму, поменяюсь, обзавестись новым хряком, потому что это его дети. Ну, смысла нет его оставлять. Я думаю, вы уже теперь, думаю, объясню вам, чтобы вы меня поняли, почему я так решил. Много пишут, а вот каштан, хороший каштан, ну, куда же мне его держать? Все равно он же, что-нибудь-то, и каждый день расходы на него идут, и держать его смысла нет. Друзья, еще такая фишка, такой момент, сейчас только вот надумал, подумал. Если кому, кто хочет с ним поморочить голову с каштаном, и забрать себе каштана на племя, я вам продам, продам недорого. Тысячи за четыре гривена отдам. Четыре тысячи гривен, и он ваш. Ну, единственное, что он же у меня слепой, как кот Базилио, слепой. Кому надо, я за четыре отдам, это уже, чтоб не кастрировать, потому что, ну, другого выхода нет. Сдавать я его не хочу. Если кому надо, забирайте за четыре отдам, а не, тогда скастрирую, закоптим, и, ну, понятно, что мясо разберут. Копченое хорошее забирает, и тем более каштана копченого. Ну, кому надо, забирайте, я уж не буду. Вот, смотрите, только пыль летит. Каштанчик, каштанчик. Вот такой красав. Ну, не сильно здоровый, то есть, Кто хочет, берите. Четыре тысячи, это не так и дорого. Сколько в нем веса? Ну, я не знаю. Ну, килограмм сто, сто семьдесят. Где-то так, сто восемьдесят, сто семьдесят сейчас уже. Я думаю, так. И насчет моих этих дюрков. Я их, друзья, еще немножко подыму, какую-то недельку, две, и потом будете забирать. Где-то так, человек приехал, забрал. Надо было его быстрее. Вот, дюрочки, дюрочки все уже пошли в рост. Вот мне что не нравится, с дюрками снимем, ну, ну как, снимем все нормально. Ну, много волокиты. Оно, опорос они, мелкие дюрков. Мне вот эта сама свиноматка, что она, молока мало и молоко не жирные. То есть, они как доходяшки постоянно. Ну, когда уже, да, и он сделал, начинаешь подкармливать их с предстарта на старт, уже они потом, да, они стартуют. Вот сейчас у них начался цикл, когда они уже включаются и сейчас набирают, набирают скорость в наборе веса. Вот сейчас нормально пойдут. А так мне, ну, как бы, когда они очень маленькие, и когда делаем отъем, ну, не сильно, как бы, подходят, не нравится. Ну, а потом набирают. Это вот такая фишка в дюрках. Да, их хорошо у меня покупают, и, грубо говоря, я продаю их недешево. Но с ними много проблем. Это необычная свиноматка. F1 покрыл она, опоросилась, покрыла, ой, опоросилась сама и кормится их. Тут тоже свои нюансы по дюркам. Сама дюрчиха, как свиноматка, ну, наверное, я бы сказал, одна из худших. Вот чистая дюрчиха свиноматка. Это не сильно хорошо. Тем более у меня свиноматки много плодные, я не знаю, почему так. Но у меня 12, 10, 14, 15 поросят. 5, 8 она выкормит. Им молока хватит. А когда больше, не будешь их убирать всех. Вот поэтому так будет. Вот так. Ну, пускай еще поднаберут, потом будем уже. Я понабираю, кому что там, позабираете, свинок, кабанчиков и так дальше. Так что по каштану, а то такие моменты. Этих свиноматок. Каштаны дети, те каштаны дети и по-другому никак. Сарай. В этот раз показывать не буду, потому что смысла нету. Там я начал варить клетки, варю клетки. Покажу уже, когда придут станки, те, которые я заказал станки. По станкам, тема станков. Ведут станки, выслали. Там некоторые начали расстраиваться сильно, что выслали бесплатно. Не расстраивайтесь, выслали за деньги и не бесплатно. И там мне придут и надо поделать самим еще 3 станка близнецы. То есть скопировать с тех, которые я купил и скопировать и сделать такие самые еще 3. Ну то уже мы тут по месту тоже их будем делать. Поэтому не расстраивайтесь. Никто мне так даром их не дал. Успокойтесь, бережите свои нервы. Сарай покажу потом, когда станки заедут. И расскажу, где я взял, у кого взял, какие у него станки. Сделаю ссылку и так дальше. Посмотрите, кому интересно. И насчет тех, кто у меня покупал на племя дюрков. Хоть на свиноматок, хоть на хрячков. Пока проблем не поступало. Именно насчет хряков. Хряки все работают. Сколько у меня уже взяли на хряков. Люди довольны. Хрячки работают. Свиноматки, может не все говорят, но вроде бы пока нормально. То есть я очень рад и доволен, что то, что у меня уезжает с моего двора, людям дает прибыль. Потом свои пускай размножается, умножается, расширяется и идет прибыль постоянно. Ну это я только доволен и только рад, что люди приезжают. Вот приехал человек, свиноматки довольны свиноматками, хряком довольны. Ну что мне еще надо. Конечно я рад и доволен за своих поросят. Человек купил и он доволен и оно и все размножается. Вот так друзья. Сарай потом покажу. Зерносклад изменений нету. И самое главное, что позвонили мне, будут у меня эфки. Настоящие. Эф-1. Четыре штуки. Где-то через месяц. Через месяц, ну плюс-минус. Сказали все уже сто процентов. Наверняка так и так. Я почему за этих эфок? Потому что я знаю откуда, что, кто, с кем, куда и так дальше. А брать эту не пойми что и сидишь, думаешь эфки это или нет. Я не спорю, может там и хороший. Ну уже побрал я, поездил, посмотрел. Ну не то, что мне надо. Поэтому, друзья, так. Насчет Петрена, кому надо, давайте поменяемся на дюрка. И насчет моего Петрена, кому надо, купите. Рыжка, что ты полоскаешься? Эти тут купаются. Надо воды сейчас набрать. Ого, повыпивали воду. Друзья, насчет ОСБ. ОСБ что я брал на потолок. Не на этот сарай, а на новый сарай. Я покупал ОСБ один лист, десятка. Мне привезли по 300 гривен. А сегодня приехал человек ко мне и говорит, что ОСБ у нас вроде бы десятка 800 гривен. Не знаю, правда, не правда. Ну, кто его знает. Подскажите, скажите, как у вас цены. Я тогда, получается, вовремя выхватил по 300 гривен. Да, жевжики. Ви, 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 ви. Ви.